Много лет работают бок о бок и даже дни рождения отмечают с разницей в неделю. Два лаборанта Центральной районной поликлиники встретили свои юбилеи на посту, принимая поздравления от глав города Балакова и Балаковского района. Такие замечательные добрые глаза, такие замечательные сквозь маски просматривающиеся улыбки. Сейчас чуть-чуть грустное время, но тем не менее позитив сохраняйте. И мы очень рады, что вы у нас есть. Спасибо вам большое за ваш труд. Мы стараемся, спасибо. Такие люди, как вы, настоящие герои. Потому что нам говорят, что те, кто после 60 или 60+, обязательно должны нам всем, говорят. И мы также со своими родителями беспокоимся, чтобы они сидели дома, никуда не выходили, продукты, лекарства. А вы в своем возрасте, не то что дома сидите, вы идете в самый очаг. Эти две жизнерадостные женщины всю жизнь находятся в том самом очаге, работают с вирусами и микробами. И чего только на их трудовом пути не встречалось. Сомонелезная теология заболевания. Была вспышка в 1984 году дифтерии тогда в Криволучье, в больнице. Вот это было. А остальное всё постепенно, текущая работа, текущие заболевания как-то было. Вспышек не было. У заведующей лаборатории Валентины Букаловой в трудовой книжке две записи. Городская больница и районная поликлиника. Причём в ЦРП она работает уже почти 40 лет. Периодически собирается на пенсию, но работа никак её не отпускает. И это понятно. Куда без такого опытного специалиста, у которого есть необъяснимый секрет колоссальной работоспособности. С молодостью комсомольский задор постепенно идёт. Как Александр Юрьевич сказал, кто, если не мы. Поэтому у нас, например, даже ушли с лаборатории сразу два лаборанта. Но я расценила, что я должна этот год вести до конца. Раньше лаборатория в Центральной районной поликлинике имела третью и четвёртую группу патогенности. Но сейчас, после обновления, ей присвоена вторая группа. Это выявление наиболее опасных микроорганизмов, к которым относится коронавирус. Конечно, тяжело, переживаем. Но когда вот заходишь в этот бокс-лабораторий, вот, честно, глаз радуется. Такое оборудование стоит. Показывают сейчас много лабораторий по России. И я сразу сравниваю, какие у нас стоят и что там. Конечно, спасибо вам. Это спасибо, лаборанты говорят Андрею Шибневу, директору Балаковского филиала АО «Апатит», входящего в группу ФОСАГРА, благодаря которой и стало возможным появление новой ПЦР-лаборатории в Балаковской поликлинике. Совсем недавно буквально у нас в компании мы обсуждали тему именно врачей. В Балаково тоже появился такой человек, который действительно стоит на передовой, который нас защищает. Когда Александр Юрьевич первый раз обрисовал все проблемы, которые на самом деле есть, в том числе и с тестированием, естественно, я обратился к нашему руководству, все это рассказал. И было буквально сразу же, ежеминутно принято решение, что мы не просто должны, мы обязаны помочь городу, в котором мы присутствуем, для того, чтобы здесь было самое современное оборудование, для того, чтобы мы оперативно могли работать. В новой лаборатории проводят тесты медикам, которые контактируют с коронавирусными больными. Но совсем скоро, также благодаря поддержке компании ФосАгро, здесь заработает и экспресс-лаборатория, которая сможет исследовать анализы и у потенциально заразившихся. У нас у всех есть понимание, что мы делаем одно общее дело. Вот когда мы сообща делаем что-то вот такое конкретное и совершенно четко видим цель, думаю, у нас все получится, только вперед и только вместе. Рано или поздно эпидемия закончится, и лаборанты Центральной районной поликлиники смогут проводить исследования на всевозможные инфекции. У них теперь есть и опыт, и необходимое оборудование.